Всем привет, рады вас видеть у себя на канале и сегодня мы поговорим о функции SolidWorks, которая называется RAP или обертывание на русском. Перед тем как перейдем к самому видео, наверное поняли с названия канала, что я не живу в русскоговорящей среде и на самом деле я не вырос даже в русскоговорящей среде, поэтому возможно будут термины, которые я буду неправильно использовать но буду рад, если вы поправите меня и оставите коммент с тем, как правильно использовать тот или иной термин. Итак, опция обертывания в SolidWorks находится в панели, примерно вот здесь вот она. Для того, чтобы на самом деле в SolidWorks найти ту или иную функцию, достаточно просто в поисковой строке начать печатать название этой функции, нажать на иконку глаза и SolidWorks вам покажет, где находится эта функция. Итак, про функцию RAP. Сама функция имеет три опции. Первая опция это обернуть рисунком и сделать экстружен, то есть рисунок, который вы обернули, будет выходить из тела. Вторая опция это сделать обертывание и вырезать рисунок, то есть сделать экстружен, экструдгад. И третья опция сделать обертывание и сделать сплитлайн, то есть сплитлайн он разделит поверхность на несколько разных поверхностей, без того, чтобы было изменение, в топографии поверхности. Опция обертывание очень похожа на опцию проекции с небольшим изменением. Когда мы делаем проекцию, во-первых, мы можем сделать ее с любой плоскости на любую поверхность, но при этом меняется величина кривой, которую мы переносим. То есть, если сделать проекцию квадрата на цилиндрической поверхности, то кривая, которая будет проходить по цилиндрической поверхности, длина ее изменится. С опцией обернуть длина кривой останется равной рисунку. Для простоты демонстрации буду использовать цилиндрическое ТА диаметром 200 миллиметров и высотой 100 миллиметров. Для этого мы нарисуем окружность на одной из плоскостей и сделаем экстружен самый простой способ создать цилиндр. Итак, для того, чтобы начать обертывание, нам нужно создать рисунок, который будет находиться снаружи тела, которое мы будем обертывать. Это является одним из отличий от проекции, в которой мы можем использовать одну из стандартных плоскостей для того, чтобы перенести потом рисунок на поверхность цилиндра. Для того, чтобы создать рисунок снаружи цилиндра, создадим новую плоскость параллельно одной из главных плоскостей, но которая будет находиться вне цилиндра. Для этого выберем плоскость, которую мы хотим копировать и в опции создать новую геометрию создадим плоскость на расстоянии 120 миллиметров от начальной плоскости. Теперь выделим эту плоскость и начнем чертеж. Для того, чтобы можно было удобнее работать с опцией обертывания, я создаю прямоугольник, который будет показывать мне площадь, на которой я буду работать. Для этого я создам прямоугольник, вспомогательный прямоугольник, который будет проходить через центр цилиндра и высотой 80 миллиметров. Оставлю себе 10 миллиметров от верхней плоскости и от нижней плоскости и длиной равной периметру окружности цилиндра. Вспоминаем начальную школу, и окружность у нас это диаметр умноженное на число π, то есть 3,14 умноженное на 200 миллиметров. Теперь, когда у нас точно известна площадь, на которой можно работать, и вся эта площадь будет обернута вокруг цилиндра, теперь все, что я нарисую внутри этого прямоугольника, и сделаю опцию обернуть, будет перенесено на цилиндр. Продолжение следует... Итак, некоторые проблемы, с которыми я столкнулся в этой опции. Если вы делаете обертывание на поверхность, на которой уже есть детали дизайна, и деталь обертывающая тело пересекается больше, чем с одной линией детали дизайна, существующей детали дизайна, то у нас получается ошибка. Также у нас будет ошибка, если мы будем делать обертывание рисунку, имеющую больше двух контуров внутри друг друга. Следующая ошибка, это если у нас будет два контура, которые пересекают друг друга. И я покажу вам, как с этим бороться. Так, начнем с того, что обертывание на существующую деталь дизайна. Для того, чтобы предотвратить эту ошибку, давайте сначала я вам покажу, как эта ошибка выйдет. Так, создадим экструд-кат на поверхности цилиндра. И сделаем обертывание вокруг цилиндра, который будет пересекать эту деталь дизайна. Как видите, у нас получается ошибка. Для того, чтобы предотвратить эту ошибку, все, что нужно сделать, это поменять операции местами. То есть, сначала мы сделаем обертывание, а потом повторим деталь дизайна. Следующая ошибка. Следующая ошибка. Это когда у нас больше, чем два контура внутри друг друга на обертываемом чертеже. В опции обертывания нет опции выбрать, какие поверхности я хочу обертывать. Поэтому, когда больше, чем два контура внутри друг друга, программа не знает, что вы хотите сделать. И эту проблему есть два способа решить. Тот способ, который использую я, это я создаю главный чертеж, которым я использую, как трафарет. И потом создаю новые чертежи, которые буду обертывать по очереди тела. И идем мы всегда от самого маленького к самому большому. Давайте покажем. Создадим чертеж с шестью уровнями контуров. Ну, допустим, будет круг внутри круга, внутри круга, внутри круга. Теперь создадим чертеж на той же плоскости, что и наш трафарет. И перенесем самые внутренние контуры на этот чертеж. Создав этот чертеж, создадим второй чертеж, который мы перенесем в следующие два контура. И под конец создадим третий чертеж на той же плоскости и перенесем наружные два контура. И теперь по порядку начнем оборачивать цилиндр от самого маленького контура до самого большого. И так у нас получается обертка, внутри обертки, внутри обертки. Но это нам дает тот результат, который нам нужен. Следующая ошибка – это контуры, которые пересекаются. К сожалению, с этой проблемой ничего нельзя делать. И нужно просто делать чертежи, в которых контуры не пересекаются. В целом, это все проблемы, которые я столкнулся с функцией обертывания. Надеюсь, вам было интересно. И видео чем-то вам поможет. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте комменты, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео когда-нибудь.